Слово третье. Об Анне и о воспитании Самуила. Если не кажусь кому-либо надоедливым и обременительным, то обращусь к тому же предмету, о котором говорил вам. Поведу вас к Анне и посвящу беседу лугу добродетелей этой жены, лугу, украшенному не увядающими цветами и розами, но молитвою, верою и великим терпением. Эти добродетели гораздо благовоннее весенних цветов, будучи орошаемы не потоками вод, но дождями слез. Не так источники вод делают сады цветущими, как потоки слез напаяют плод молитвы, содействуя ему достигнуть наибольшей высоты. Так было и с этой женой. Лишь только она выговорила слова молитвы, молитва ее достигла неба и принесла ей зрелый плод святого Самуила. Не огорчайтесь же, если мы опять беремся за тот же предмет. Мы будем говорить не то же самое, а другое, новое и свежее. Ведь и для обыкновенного стола иной может приготовить из одного припаса много кушаньях. Мы видим, что золотых дел мастера из одного куска золота делают ожерелье, цепочки и многие другие золотые вещи. Вещество однообразно, а искусство разнообразно. И не стесняется однообразием данного вещества, будучи само находчиво и изобретательно. А если таковы земные вещи, то тем более благодать духа. Что трапеза ее различна, разнообразна и многовидна, послушай об этом Павла, который говорит. Одному дается духом слово премудрости, другому слово знания, третьему верой, иному дарование исцелений, ходатайства, управлений, рода языков. Все это соделает один и тот же дух, разделяя каждому как хочет. Видишь ли, как разнообразно, рек много, говорит, но источник один, яства различны, а угощающий один. А если такова благодать духа, то не будем утомляться. Мы видели ее неплодную, видели, как стала матерью, видели, как она плакала, видели, как радовалась. Скорбели с ней тогда, порадуемся сегодня. Так и Павел заповедовал радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И это нужно делать не только с людьми, живущими в одно время с нами, но и с бывшими давно. И не говори мне, какая же мне будет польза от Анны и воспоминаний о ней. Не имеющие детей могут научиться тому, как им сделать с матерями. Матери узнают, какой самый лучший способ воспитания детей. И не только жены, но и мужья получат от этой истории весьма большую пользу. Научившись обращаться с своими женами, хотя бы они и страдали неплодством, так же кротко, как Елкана обращался с Анною. И не только эту, но еще и другую, гораздо большую они получат пользу. Научившись тому, что все родители должны воспитывать детей своих для Бога. Поэтому не будем считать бесполезным для себя слушать эту историю, если она не принесет нам денег и серебра. Напротив, поэтому именно и станем считать ее полезною и выгодную, что она открывает нам не золото и серебро, а гораздо важнейшее этого душевное благочестие и небесные сокровища. И научает это тому, как можем мы устранить всякую опасность. Деньги дать легко могут и люди. А исправить природу, прекратить такую печаль, уничтожить скорби и ободрить душу, готовую пасть, возможно для одного владыки природы, а ни для кого из людей. Ведь если бы ты, страдая неизлечимой болезнью, обошла весь город и стратила деньги, пользуясь у многих врачей, и не нашедшей нигде никакого облегчения, встретилась с женщиной, которая страдала такой же болезнью и избавилась от нее, то ты не отстала бы от нее со своими просьбами, убеждениями, мольбами о том, чтобы она указала избавителя. А теперь, видя Анну, которая стоит между нами, рассказывает о своем недуге и без мольбы указывает врачество и врача, уже ли ты не подойдешь и не воспользуешься врачеством? Уже ли не выслушаешь этой истории со всем вниманием? И какое ты когда-нибудь сможешь получить благо? Другие нередко переплывают обширные моря, предпринимали дальние путешествия, и тратили деньги, и переносили труды, чтобы увидеть оказанного в другой стране врача, не имея при этом уверенности в том, что непременно освободятся от болезни. А ты, жена, когда не предстоит тебе ни морского путешествия, ни перехода за пределы Отечества, ни другого какого-либо подобного труда, и что говорю, перехода за пределы Отечества, тебе нет надобности переступать даже из-за порог дома, но в самой спальне можно найти врача и без всякого посредника, говорить с ним обо всем, о чем хочешь. Я есть Бог вблизи, а не Бог вдали, Иеремий 23.23. Ты откладываешь и медлишь. Какое же будешь иметь извинение? Как получишь прощение, когда имея возможность найти легкий и совершенно удобный способ избавиться от постигших тебя зол, ты не родишь и отказываешься от своего спасения. Ведь этот врач может лишь только захочет исцелить не только бесплодие, но и всякую болезнь души и тела. И удивительно то, что он совершает исцеление не только без труда и путешествия, без издержек и посредников, но и без боли. Он не прилагает к ране железа и огня, как делают другие врачи. Ему достаточно сделать одно мановение, и всякая скорбь, всякая печаль, всякая болезнь удаляется и убегает. 803. Итак, не станем откладывать и медлить, хотя бы мы были бедны и впали в крайнюю нищету. Не нужно платить деньги, чтобы защититься бедностью. Этот врач требует в награду не денег, а слез, молитв и веры. Если, имея это, придешь к нему, непременно получишь, чего просишь, и отойдешь с большой радостью. В этом убедиться можно из многого другого. А не худой пример представляет и эта жена. Принесшая не золото и серебро, а молитву, веру и слезы, она получила, чего просила, и с этим отошла. Да, не будем поэтому думать, будто это повествование для нас бесполезно, а сие написано было в научении нам, достигших последних веков. Но обратимся к ней и узнаем, как она освободилась от болезни, что сделала после освобождения и как воспользовалась даром, данным от Бога. И сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово вышедшее из уст твоих. И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Видишь, как смотрела она на это дитя, не только как дитя, но и как на приношение. У нее была двойная любовь по природе и по благодати. Мне кажется даже, что она очтила свое дитя. И справедливо. Если намеревающиеся принести в дар Богу золотые чаши и сосуды, получив их изготовленные, и положив до времени дома, смотрят на них не как на обыкновенные сосуды, а как на приношение, и не осмеливаются прикасаться к ним просто без нужды, наравне с другими. Но тем более, с таким расположением смотрела эта жена на свое дитя и прежде, чем ввела его в храм. Она и любила его более чем как дитя, и заботилась как о приношении, думая через него осветиться. Дом ее сделался храмом, так как в нем был пророк и священник. И ее благочестие можно видеть не только из того, что она обещала его Богу, но и из того, что не решилась войти в храм, пока не отняла его от груди. 22. Анна же не пошла с ним, сказавши мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. Видишь ли, она сочла небезопасным оставить его дома, самой идти в храм. 23. Получив дар, не решилась она явиться без дара, а привезти его и потом взять с собой и уйти назад так же боялась. 24. Поэтому она оставалась дома столько времени, чтобы явиться в храм вместе с даром. 25. Наконец она привела его и оставила. 26. И он, будучи отнят от сосов матери, не тосковал, а вы знаете, как обыкновенно тоскуют дети, когда отнимают их от груди. 27. Но не он не скучал, разлучаясь с матерью, а обращал взоры к Господу, сделавшей ее матерью. 28. Ни мать не скорбела, расставаясь с сыном, потому что посредствующая между ними благодать стала выше влечения природы, и они, казалось, были вместе друг с другом. 29. Как виноградная лоза, стоя на одном месте, далеко простирает ветвь и кисть, хотя висит на далеком расстоянии, находится в связи с корнем. 30. Так было и с этой женой. 31. Сама, оставаясь в городе, она простерла свои ветви до храма, и там повесила спелый гроздь. 31. Расстояние нисколько не помешало этому, потому что любовь к Богу соединяла сына с матерью. 32. Хотя он и молод был летами, но зрел добродетелью, и для всех приходивших в храм был учителем великого благочестия. 33. А расспрашивая и узнавая об образе его рождения, они получали достаточное утешение, надежду на Бога. 34. И никто, увидя это дитя, не уходил молча. 35. Но все прославляли того, кто даровал его сверхчаяния. 36. Поэтому Бог замедлил рождение, чтобы увеличить эту радость, чтобы эту жену сделать более славную. 37. Знавшие ее несчастья были свидетелями благодати Божией. 37. Так что продолжительное неплодство сделало ее более известной всем, заставило всех ублажать ее и удивляться, и возносить за нее благодарность Богу. 38. Говорю это для того, чтобы мы, если видим, что святые жены страдают неплодством или каким-нибудь другим подобным недугом, не скорбели, не роптали и не говорили про себя. 39. Почему это Бог презрел столь добродетельную жену и не дал ей дитя здесь? 39. Нет, он делает так не потому, что презирает, а потому, что лучше нас самих знает полезное нам. 40. Итак, она привела в храм, ввела агнца в овчарню, тельца в стадо, посадила в сад розу без тернии, розу никогда не увидающую, навсегда цветущую, которая может подняться до самого неба, и благоуханием которой наслаждается все живущие во вселенной, даже до сегодня. 40. Вот столько лет уже прошло, и благоухание добродетели усиливается, а не слабит от продолжительности времени. 40. Таково свойство духовных предметов 805. 41. Так вошла пересаживающее прекрасное растение. И как трудолюбивая земледельца сначала бросает в земли семена кипарисов или других подобных растений, а потом, когда видит, что семя стало деревом, не оставляет его на той же земле, но выкопав оттуда, пересаживает на другое место, чтобы земля, приняв молодое растение в свои недра, всю силу свою сполна употребила на питание его корня. 41. Так сделала и эта жена. 42. Дитя сверхчаяния, посеянное в ее утробе, она взяла из дома и пересадила в храм, где источники и непрерывные духовные орошения. На них можно было видеть исполнение пророческого слова, которое произнес Давид в своей песне. 43. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешников и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как древо, посаженное при потоках вод, и лист его не вянет. 44. Не после того, как испытал зло, он саму и удалился от зла, а избрал добродетель от колыбели. Он не участвовал в беззаконных советах и не имел общения в нечестивых собраниях, но в самом нежном возрасте от сосов матери перешел к другим сосам духовным. 45. И как дерево, постоянно орошаемо, достигает большой высоты, так и он поднялся на высоту добродетеля, будучи постоянно напаяем слушанием Слова Божия. 46. Но посмотрим, как мать пересадила его. Последуем за этой женой и войдем с нею в храм. 47. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взявши три тельца и хлебы, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа с селом, и отрок с ними. 48. Отрок же был еще дитя. Значит, жертва была двойная. Был телец бессловесный и словесный. 49. Одного принес в жертву священник, другого вознесла жена. И жертвой была гораздо лучше той, которую принес священник. 50. Она была жрицей от собственной утробы, подражала в этом патриарху Аврааму, и с ним вошла в состязание. 51. Только тот, взяв сына, опять привел его назад, а она оставила в храме навсегда. 51. Лучше же сказать, и тот вознес всецело, потому что нужно смотреть не на то, что он не заклал, а на то, что внутренно все это исполнил. 52. Видишь, как жена состязуется с мужем. Видишь, как природа не помешала ей соревновать патриарху. 53. Но посмотрим, как она возносит его. Пришедший к священнику, она сказала, 53. О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. 54. Что значит во мне? Выслушаетесь внимательно слова мои. 55. Так как прошло уже много времени, то она хочет напомнить о том, что ей прежде сказано было. 56. Потому и говорит, я та самая женщина. А всем дитяте молилась я. И исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. 57. Я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. 58. Не сказал я та самая жена, которой ты обидел, оскорбил и осмеял за невоздержание и пьянство. 59. Вот Бог показал тебе, что я не пью и что напрасно ты обвинил меня в том. 60. Ни одного такого жесткого слова она не сказала, а говорит с большой скромностью. 61. Хотя на своей стороне она имеет свидетельство самого исхода дела и может теперь упрекнуть священника, напрасно и без причины осудившего ее. 62. Однако она не сделает этого, но говорит только о Божьем благодеянии. 63. И посмотри на благородство этой рабы. Когда она страдала, то никому не открывала своего несчастья. 63. И не сказала священнику, у меня есть соперница, которая оскорбляет и поносит меня, и имеет много детей, а я, живя скромно, никогда сели не могла сделаться матерью. 64. Бог заключил мою утробу и, видя меня в скорби, не умилосердился надо мною. 64. Ничего такого она не сказала. Но, умолчав о виде своего несчастья, объяснила только, что она страдает душой, и сказав, 65. Жена, которая страдала, я. Да и этого не сказала бы, если бы не вынудил ее к тому священник подозрением в нетрезвости. 65. Когда же перенесла она эту рану, и Бог даровал ей по ее прошению, тогда она открывает это благодеяние священнику, желая иметь его участником в благодарении, и как тогда имела участника в молитве. 66. И говорит, об отроке всем молилась, и дал мне Господь попрошение, чего я просила у него, и вот я отдаю его Господу. 67. Смотри, как она скромна. Не подумай, говорит, будто я, посвящая Богу Сына, делаю что-нибудь великое и удивительное. 68. Не я виновница этого дела, я плачу долг. Я получила залог и возвращаю его тому, кто дал. 69. Говоря эти слова, она и себя вместе с дитями посвящала Богу, привязав себя к храму, как бы цепью, природным сочувствием. 807. Если доброе расположение человека там, где его сокровище, то тем более душа матери была там, где ее дитя, и чрево ее вновь исполнялось благословение. 80. Когда она сказала эти слова и помолилась, послушай, что говорит священник Елкана. 80. Благословил Ильи Елкана и жену его и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое. 80. Да даст тебе попрошение твоему. 80. Когда же она сделала Бога должником своим, тогда и говорит, да воздаст тебе, внушая добрую надежду на будущее. 81. Если Бог дал не следствие и долга, то тем более воздаст после того, как сам получил. 81. Итак, первый сын получил начало от молитвы, а следовавшее за ним от благословения. 81. И таким образом весь плод этой жены был освящен. 81. Первенец был подвигом жены, а второй ее и вместе священника. 81. Как тучная и плодоносная земля, приняв семена, производит обильную ниву, так эта жена. 82. Приняв с верой слова священника, дала нам другие добрые колоссия и отменила древнее проклятие, родив по молитве и благословению. 82. И ты, жена, ей подражай. Если ты бездетна, помолись также и попроси священника, чтобы он принял участие в своей молитве. 83. Подлинно. Если ты примешь слова с верою, благословение отцов произрастит добрый и зрелый плод. 84. Когда же сделаешься матерью, посвяти и ты своего сына Богу. 85. Она вела в храм, а ты себя саму сделай царским храмом. 85. Члены ваши сказано, суть тела Христова и храм живущего вас Святого Духа. 86. И в другом месте вселюсь в вас самих и буду обитать. 86. Не странно ли, что обетшавшие и готовые упасть в дом, мы поправляем и сдерживаем на это деньги, приглашаем строителей, употребляем все усилия. 87. А дом Божий, именно домом Божьим может быть душа юноши, неудостаиваем и обыкновенного попечения. 87. Смотри, чтобы не услышать тебе того же, что некогда услышали иудеи. 88. Так как они по возвращении из плена оставили внебрежение этот чувственный храм, а собственные дома украшали, 89. То этим так огорчили Бога, что Он послал к ним пророка предсказать голод и оскудение всего необходимого, 89. И указать причину такой угрозы. 89. Она состоит в том, что вы живете в домах истесанных, а храм мой в запустении. 90. Агей 1.4. А если не родение о том храме возбудило такой гнев Божий, то тем более небрежение об этом храме оскорбит Господа, потому что последний тем досточтимее первого, чем более имеет символов святости. 91. Не попусти же дому Божию сделать свертепом разбойников, чтобы не услышать тебе и другого обличения, которое Христос сделал иудеям. 92. Дом отца моего дом молитвы есть, а вы его сделали свертепом разбойников. 93. Как же он делает свертепом разбойников? 94. Когда мы, допустим, войти и поселиться в душах юношей низким и грубым пожеланиям и всякому распутству. 94. Такие помыслы свирепи разбойников, отнимая у детей свободу, делая их рабами безумных страстей, поражая их со всех сторон и нанося душе их множество ран. 95. Поэтому каждодневно будем заботиться об этом и, пользуясь словом, как бичом, будем изгонять все такие страсти из их души, чтобы дети были в состоянии вместе с нами принять участие в высшей жизни и совершить всякое в ней служение. 95. Не видите ли, как живущие в городах лишь отнимут детей своих от груди, тотчас заставляет их носить масличные ветви и делает их судьями состязаний, начальниками этих состязаний и хоров. 95. Так будем делать и мы. С раннего возраста будем вводить их в жизнь небесную, потому что эта земная жизнь требует столько трат, а пользы никакой не приносит. 809. Скажи мне, в самом деле, какая может быть польза от народных похвал? Когда наступает вечер, тотчас прекращается весь этот шум и рукоплескание. Когда пройдет праздник, остаются без всякого удовольствия, повеселившись как будто во сне и не находя, несмотря на свои поиски, радости, которые доставил бы им венок, 80. Или блестящая одежда, или какая-либо другая роскошная вещь, все это пробежало мимо их быстрее ветра. 80. А жизнь небесная совсем не такова. Не требуя издержек, она приносит нам великую и верную пользу. 80. Ведущему такую жизнь рукоплещут постоянно не люди нетрезвые, а сон ангелов. 80. Что, говорю, сон ангелов? Сам владыка ангелов похвалит и прославит его. А кого хвалит Бог, тот не один, не два и не три дня, но вечно торжествует свинцом на голове, и никогда не увидишь его голову, лишенной этой славы. 80. Время этого торжества не ограничено определенными днями, а продолжится в бесконечность будущего века. 81. К тому, чтобы совершилось это служение, никогда не может служить препятствием бедности. 81. Напротив, и бедному можно совершить его, бедному даже всего удобнее, как свободному от всякого житейского блеска. 81. Потому что здесь нужны не денежные траты и не богатство, а чистая душа и умная мысль. 82. Ей изготовляется для души одежда, потребная для такой жизни. 83. И сплетается венец, так что если она не будет украшена добродетелями, то множество золота не принесет ей никакой пользы. 84. Как не повредить нисколько и бедность, если она имеет внутреннее богатство? 85. Это служение пусть совершает и у нас, не только дети мужеского пола, но и дочери. 86. К нему призваны не одни мужчины, как это бывает в мирских делах. 87. На это зрелище принимаются и жены, и старцы, и юноши, и рабы, и свободные. 87. Там, где дело идет о проявлениях души, не может служить препятствием ни пол, ни возраст, ни житейские отличия и ничто другое. 87. Поэтому прошу всех вас посвящать на это служение сыновей и дочерей своих с самого раннего возраста и заготовлять для них богатство, свойственное этой жизни, не закапая в землю золото и не собирая серебро, 88. Но слагая в душе их кротость, целомудрие, скромность и все другие добродетели, таких свойств требует это служение. 89. И если это богатство мы соберем и для себя, и для детей, то и в настоящей жизни насладимся великим счастьем, и в будущей услышим тот блаженный голос, которым Христос прославляет всех исповедавших Его. 89. А исповедание бывает не только через веру, но и через дела. Если нет этого последнего, то мы находимся в опасности – быть наказанными наравне с отвергшимися Господа. 89. Ведь ни один способ отречения. Намного и есть различные, которые описывают нам. Павел в следующих словах – Бога говорят, что знают, а делами отрицаются. 90. И в другом месте, если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 91. Еще бегайте лихаимство, которое есть и за услужение. А если есть столько способов отречения, то очевидно, только же и еще больше есть и способов исповедания. 91. Постараемся же всеми ими исповедать Бога, чтобы и нам получить небесную честь по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 92. Аминь.